Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» и сегодня в гостях в нашей студии Романа Генча Калинин, ректор Рязанского государства медицинского университета. Здравствуйте! Роман Генч, вы относительно недавно вступили в должность ректора. Что за это время вы уже успели сделать для университета? И поделитесь с нами своими планами. Планов много, наверное. И подытожить, может быть, действительно что-то рано. Что-то успели из того, что наметили, открыли две новые специальности. Педиатрия, сестринское дело среднего профессионального образования. Ранее никогда мы в ВУЗе не обеспечивали наборы и не обеспечивали подготовки таковых кадров для Рязанской области. ВУЗ прошел государственную аккредитацию в этом году. Получены свидетельства государственной аккредитации как статус университета, как мы и были. Мы тоже считаем, что это успешное достижение и признание того уровня, знания, которое дает университет. И, конечно, то, что мы по мониторингу эффективности являемся эффективным ВУЗом Российской Федерации. И считаем, что это та планка, которой мы должны придерживаться и только увеличивать наши достижения. Ни в коем случае не снижать. Что касается глобального строительства бассейна при университете, что в нем будет особенного? Кто его сможет посещать? Ну и вообще поподробнее об этом. Ну, бассейн должен быть самым обычным. Конечно, мы планировали это шесть дорожек, 25-метровый бассейн. Я думаю, что в достаточно интересном месте, но рядом бассейнов нет. И мы хотели бы, чтобы он действительно был социальным. Вот так тот проект, который реализуется, чтобы он был доступным. Мы, конечно, будем предоставлять бассейн студентам, сотрудникам, должны быть занятия по физ. воспитанию. Но мы хотели бы, чтобы бассейн имел четкую социальную направленность, и мы могли приглашать в него, может быть, социально малое обеспечение, защищенные категории граждан. Ну и для гаража. Ну, а может быть, те, кто будут видеть, как хорошо он работает, они будут к нам поступать, если это будут молодые рязанцы. Может быть, так. Кроме всего вышесказанного, какие еще работы и действия планируется совершить относительно социального обеспечения студентов? Может быть, ремонт? Ремонты идут. Мы, по большому счету, в общем-то, не прекращаем. Мы постоянно что-то делаем. Мы за прошлый год поменяли отопление во всех общежитиях нашего вуза. То есть там тепло. И сейчас мы будем заниматься дальнейшим развитием социальной базы инфраструктуры вуза. Ну, вы знаете, наверное, многое дело для социального обеспечения не только на уровне вуза, но и на уровне федерации. Поэтому мне хотелось бы, наверное, сказать, самое главное, студентам должно быть комфортным. Им должно быть спокойно, понятно, как учиться, что от них требует. Они должны иметь возможность задать вопросы, получить на них ответ. Мы проводим практику встреч с студентами ежемесячных и с иностранцами, и с нашими соотечественниками. И такую работу мы проводим постоянно. И мы стараемся советоваться, прислушиваться к мнению студентов. Ну, такие банальные примеры. Мы, например, на территории, если вы посетите наш медгородок, то увидите велопарковки. Это было предложение студентов. То же самое касается лавочек в корпусах. Вот они обратили внимание, что не хватает им этого как раз для комфорта. То же самое начали оснащать лавочками. Вот такую работу мы проводим. Я считаю, что студентам именно, может быть, не в плане каких-то доплат, выплат, хотя мы тоже все это делаем и стараемся этот аспект не забывать, должно быть хорошо и приятно учиться, и спокойно. В вашем вузе, наверное, самое большое количество иностранных студентов. Ну, среди, может быть, рязанских, может быть. Я не считал, честно говоря, сколько у других коллег, но да, немало пока, немало. Вот планируется ли увеличение количества заграничных абитуриентов? Ну, и вообще, расскажите об этой стране жизни. Студентов, это же интересно. Может, у ребят традиции какие-то? Ну, вы знаете, конечно, традиции есть, и мы стараемся тоже поддерживать. Причем мы стараемся такое межкультурное общение, может быть, межконфессиональное общение поддерживать. И иностранцы активно участвуют в той работе, которую мы проводим. У нас 2012 год, как вы знали, был год российской истории. И мы проводили такие мероприятия, как посещение мест воинской славы русского оружия. В частности, Бородино, Куликово поле. Иностранцы ездили с нашими ребятами. У нас есть очень хорошие фотографии, когда они едут на такой вот живой повозочке на лошадке. Им это очень нравилось, на самом деле было интересно. Они смотрят нашу страну, узнают наши традиции, нашу культуру. Это важно. Между тем, наши студенты имеют возможность в рамках Дня Индии, например, или Дней Африканских стран, узнать культуру наших гостей. Это важно, безусловно. Что касается количества, ну, наверное, мы стоим пока сейчас на такой цифре, которая нам комфортна. И мы будем стараться, чтобы, может быть, более высокое качество абитуриенты приезжали по подготовке. Будем смотреть, мы сейчас достаточно активно ведем международное деятельность в УЗПО. Именно, ну, может быть, с позиции не сколько привлечения абитуриентов, сколько с развитием, с началом академической мобильности сотрудников студентов университета и обучающих с послевузовского этапа. Надеемся, что это тоже привлечет. Мы сейчас активно предлагаем и сотрудникам, и студентам выезжать в командировки, в том числе за границу. То есть, поддерживаем это направление и считаем, что это тоже способствует росту университета в целом, его рейтингу и качеству предоставляемых услуг. Потому что из общения, конечно, вырастает очень многое. Ну, можно еще вспомнить, в частности, вот по культурным. Начав с этого, мы проводим сейчас дни блюда иностранной кухни. Проходит очень интересно. Может быть, мы пригласим вас посмотреть и поучаствовать. Там можно активно участвовать. С удовольствием. Дегустировать, действительно. В холле одной из общежитий лечебного факультета, там большой холл, накрываются столы, ребята готовят, что-то и можно действительно пройти, продегустировать, посмотреть блюда иностранной кухни. Причем совершенно разный спектр от русской национальной кухни до африканской, индийской и так далее. И это все вместе, это вот как раз то, к чему мы стремимся. Вот сейчас очень много споров относительно ЕГЭ. Хочется узнать все-таки качество знаний, скорее всего, да, ребят, которые поступили путем удачной сдачи единого госэкзамена. Ну, не одинаковые, скажу так. Вы знаете, я как-то никогда не причислял себя ни к сторонникам, ни к противникам ЕГЭ. Я считаю, что это принято решение. Мы в рамках него работаем, и другого, в общем-то, и не дано. ВУЗ работал в ЕГЭ в системе достаточно долго, уже с самого начала. Медицинский ВУЗ, как только вступили, РЯСГМУ принимал по результатам ЕГЭ. Вы знаете, здесь сложно однозначно оценить, ведь любой экзамен, он имеет в том числе и характер какого-то случая. И вот можно подготовиться и к обычному экзамену, который тогда раньше вузы проводили, сдать на отличный, потом не очень хорошо учиться. То же самое может касаться ЕГЭ. Вы знаете, мне хотелось бы одно мнение высказать относительно того, что ЕГЭ может в некоторой степени снижать профориентацию, потому что он немного натаскивает на конкретные предметы, на спектр предметов, которые студент затем, абитуриент затем может стать студентом, например, медицинского факультета и факультетов, которые совершенно отличаются. Например, институты пищевых продуктов, даже уважаемого вуза Москвы, у которых тот же самый перечный ступень к испытания. Вот здесь, если абитуриент четко понимает, куда он идет, какие предметы он для этого учит, он понимает нашу специфику даже работы, впоследствии врачом, когда он достигнет уже своей цели. Это нормально, то, что он поступил по определенным тестам. Важно, чтобы вот это натаскивание на систему тестов, оно не снизило возможность его освоения им материала уже в системе высшего профессионального образования, где не всегда далеко тесты. Настало время абитуриентам готовиться к вступительным экзаменам. Да, уже немного осталось до приема. Совсем немножечко. Вот хочется все-таки узнать, врачами хотят стать многие, какое количество бюджетных мест в этом году выделено и сколько всего студентов готов принять университет? Врачами, я думаю, что да, стабильно сейчас на протяжении последних лет много желающих стать. У нас в прошлом году конкурс увеличился почти на 1700 заявлений. Как вы знаете, в прошлом году у нас в области был перескок по классам, у нас было не так много выпускников. В этом году все вернулось к тем цифрам достаточно большим. И мы на дне открытых дверей видели порядка 2000 человек в нашем зале. Мы собрали почти 1500 только анкет. Еще, как обычно, кто-то приходит с родителями, может быть, и более 2000 было. То есть достаточно большой интерес, плюс постоянно поступают вопросы в приемную комиссию, на ректорскую почту вуза с просьбой ответить. И мы стараемся тоже активно отвечать на данные вопросы, поступившие от абитуриентов или родителей. Количество мест у нас осталось практически на уровне прошлого года. У нас 451 бюджетное место суммарно вместе с нашим Ефремовским филиалом, который осуществляет этот Тульский областный филиал, который осуществляет подготовку среднепрофессионального образования специалистов. Вы знаете, у нас в этом году мы пока ожидаем приказ Министерства образования и науки относительно приема на заочный фармацевтический факультет. Возможно, что эта форма будет закрыта и будет предложено только обучение либо на очном фармацевтическом факультете, либо на вечернем. Пока в ожидании. Но уже учредителям места на заочную форму не выделены. Но в целом по вечерней и дневной у нас даже плюс одно место. Ну, посмотрим, что будет, как будет. Здесь, конечно, посмотрим, какой будет прием иностранных студентов. Ну, те цифры, которые мы имеем на протяжении последних лет, я думаю, они позволяют ориентироваться на ту цифру, которую я вам озвучил. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. С удовольствием. Сегодня с нами беседовал Роман Евгеньевич Калинин, ректор Рязанского государственного медицинского университета. Вам всего хорошего. Скоро с вами увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин